Привет друзья! Макс Вайсман это я. Сейчас я с вами буду говорить о Курильских островах и Южном Сахалине. Дело в том, что буквально недавно я лично для себя открыл некоторые обстоятельства наших взаимоотношений с Японией. Это было для меня вообще говоря открытием и я бы этим открытием хотел поделиться с вами. Дело в том, что часть из вас пишет мне письма на этот электронный адрес, вы это знаете, я его нередко даю. И кое-кто из вас опять же написал мне письмо и попросил помочь оформить американскую грин-карту. Ну то есть лотерея, которая разыгрывается американским правительством и участники этой лотереи имеют шанс выиграть грин-карту, то есть поселиться и мигрировать в Соединенные Штаты Америки. Эту грин-карту надо тщательно заполнить, там фотографии, формуляры и так далее. И вот подписчик, уважаемый, почему-то обратился ко мне с просьбой ему помочь в этом деле. Честно говоря, меня эта просьба удивила, потому что если бы я лично заполнял для себя такие документы, я бы наверное и сам бы обратился к каким-то профессионалам. Но, видимо, у него не было никакой возможности это сделать и я, что называется, был, несмотря на то, что удивлен этой просьбой, а также несмотря на то, что у меня детсадовский уровень английского языка, я тем не менее взялся за это дело и, честно говоря, в общем-то все получилось. Но, конечно, поговорить я с вами хочу не о том, что ко мне поступают даже такие интересные странные просьбы, а о том, что в процессе заполнения вот этих вот анкет на миграцию в США я... Итак, посмотрите вот сюда. Вот это список стран, уроженцы которых могут участвовать в розыгрыше на получение ПМЖ в США, которое называется грин-карта. Там есть Россия. Обратите внимание на четыре звездочки. Что написано в description по этому поводу? Написано, что люди, которые родились на островах Хабамайши, Катанку-нашири и Тароху, а Chargable to Japan. Chargable переводится как, скорее, подлежит оплате. А люди, которые родились в Южном Сахалине, а Chargable to Russia. Ну, то есть, подлежат оплате в России. Честно говоря, не очень понятен выбор данного слова, Chargable. Дело в том, что речь в этом случае идет о деньгах, да? А лотерея это бесплатная. Здесь нет никаких денег. Ну, видимо, есть какое-то иное значение этого слова. Имеется в виду, что жители вот этих вот островов, они должны подаваться на американскую грин-карту от Японии, а жители Южного Сахалина от России. Ну, сами понимаете, что мы все прекрасно знаем, что Сахалин – российская территория. И не очень понятно, почему американцы вообще эту территорию каким-либо образом сейчас выделили. Правда? И у кого нет никаких сомнений, что Сахалин – это наша территория. У меня лично тоже никогда не было этих сомнений. И вот это вот выделение, честно говоря, удивило, и я стал разбираться. Ну, для начала небольшой экскурс в историю. В 1904 году была русско-японская война, где Российская империя проиграла Японии, и Южный Сахалин был частью Японии. Когда Япония и США воевали в конце Второй мировой войны, Советский Союз объявил войну Японии и оккупировал Южный Сахалин. Ну, и, соответственно, вот эти вот четыре острова, известных как северные территории для Японии, а для нас как Курильские острова. Товарищ Сталин – хоть и лицо кавказской национальности, да, но это лицо все-таки жило в Российской империи, и проигрыш в этой войне, конечно, негативно сказался на восприятии любого человека того времени. И когда появилась возможность вернуть эти территории, товарищ Сталин, конечно же, этим воспользовался. Решение, конечно, спорное. Некоторые считают, что когда Япония воевала с США, нужно было просто поддерживать Японию в этой войне, и в этом случае, возможно, ситуация в мире сейчас складывалась бы кардинально иным образом, если бы Советский Союз не попытался вернуть ранее утраченные территории, а занимался другой, возможно, более дальновидной политикой, но сейчас не об этом. Грубо говоря, с 1945 года Южный Сахалин и Курильские острова являлись территорией Советского Союза, а ныне Российской Федерации, и помимо этого, между Японией и Советским Союзом, а теперь Японии и Российской Федерации, не подписан до сих пор, с тех самых времен, мирный договор. В городе Томск, откуда, собственно, я сам, у меня есть один неплохой, хороший знакомый. Этот знакомый когда-то был членом партии Единая Россия, а также директором Горсвета. Ну, Горсвет – это такая организация, которая освещает город. Вот лампочки на проспектах – это введение этой организации. Ну и гирлянды под Новый год и различные световые панно – это тоже дело рук вот этой вот бюджетной организации. Ну, так вот, этот член Единой России, директор Горсвета, путинист, как-то в ресторане, после того, как Япония объявила нашей стране санкции, поддержала американские санкции, случайно наткнулся на японскую делегацию вот в этом вот ресторане. А так как товарищ был немножко под шофе, то он попросил музыкантов сыграть на сопках Манчжурии, ну и не очень лестно вел себя, не очень корректно вел себя с этой вот японской делегацией. Казалось бы, там не было ни хулиганства, ни мордобоя, просто товарищ немножко знал английский. Дальше с этим таким твердым, нужным, востребованным членом партии Единая Россия и руководителем вот этой вот организации Горсвет, а все-таки Томск это полумиллионный город, и там много лампочек, много чего нужно освещать в темное время суток, вот этот вот товарищ, ну буквально почувствовал на себе, что он сделал что-то не так. Первым делом, в самое ближайшее время, после этого инцидента, его исключили из партии Единая Россия. Далее, его обвинили в растрате средств бюджетной организации, которая к тому же убыточна. Ну вы сами прекрасно должны понимать, что такая организация, которая занимается тем, что лампочки на проспектах горят и тратят электроэнергию, вряд ли будет когда-либо прибыльной. Она, ну, сам характер ее деятельности подразумевает, в общем-то, не столько доход, сколько расход. Ну, может быть, какие-то рекламные растяжки между столбами они вешали в виде дополнительного дохода, возможно, у них это было, но вы сами прекрасно понимаете, что расход у этой организации, конечно, ну, в силу самой значимости данной организации, нужности для города, освещение нужно, да, и все это затратно. Таким образом, конечно, такая организация вряд ли в каком-либо городе может быть прибыльной. И это нормально на самом деле. Ну так вот, мой товарищ был обвинен в растрате средств, как директор, а на что он потратил средства, как вы думаете? Он купил автомобиль для служебного пользования, ну, обычный легковой автомобиль. На котором бухгалтер может ездить в налоговую, он может ездить в Томск Энерго и просить не отключать городские лампочки за долги, например, ну и так далее. То есть, обычно такой служебный автомобиль с водителем. Как вы считаете, какой это был автомобиль? Может быть, Бентли? Или хотя бы Мерседес? Ну, будете на самом деле смеяться. Мой экономный товарищ, на самом деле экономный, на самом деле честный, вот этот вот, по мнению остальных членов Единой России, коррупционер, то есть, они его обозвали коррупционером, купил автомобиль марки Hyundai. Ну, всего лишь смешного, правда? Так вот, за покупку директора вот этого автомобиля Hyundai его, в общем-то, сместили не только из партии, но и со всех, в общем-то, должностей, которые только могли быть, обвинив коррупцию и так далее. К слову, у коррупционера в собственности была двухкомнатная квартира и десятилетний автомобиль Nissan с правым рулем. Ну, это где руль в бардачке. Знаете, такие автомобили просто стоят дешевле, чем с левым рулем. Поэтому, собственно, он его и приобрел. Вот лично мое мнение, ну, мое личное мнение, что у коррупционера все-таки должна быть хотя бы трехкомнатная квартира и десятилетний автомобиль, но все-таки с левым рулем. Тогда еще как-то с натяжкой его можно обозвать коррупционером. А здесь уж просто, честно говоря, наезд на него и вот эта волна, которая его снесла, ну, она вызвала на самом деле недоумение на тот момент. А вот сейчас я понял, что, собственно, с этим человеком произошло. Дело в том, что Российская Федерация долго и упорно ведет переговоры с Японией по поводу статуса Курильских островов. И, как вы увидели из начала данного видео, оказывается, статус Южного Сахалина, в общем-то, тоже кое-кем, кое-как, кое-в чем, по всей видимости, оспаривается или не признается. И я понял, что этот человек был подвергнут жесточайшей обструкции, ну, понимаете, да, человек, который шел по карьерной лестнице всю свою жизнь, был членом партии «Единая Россия», да, был директором довольно серьезной организации, вдруг вылетел и из партии, и из организации. В одночасье, только за то, что некорректно повел себя с японской делегацией, посетившей наш славный город Томск. Как бы, преступление и такое вот жестокое практически наказание, да? Интересно. Лично мое мнение, что вот этого моего товарища, директора горсвета, сняли потому, что кто-то очень важный из Москвы попросил это сделать. Потому что здесь на месте вряд ли бы такое давление на этого человека могли бы оказать. Потому что ничего такого, по мнению местных людей, он плохого-то и не сделал. А здесь совершенно четко и понятно, что Российская Федерация, да, вот те, которые в Москве сидят, они не хотят злить японцев, потому что переговоры по Курилам и по статусу Южного Сахалина, как я недавно выяснил, это довольно болезненная тема и японские делегации лишний раз лучше не злить. Я так понимаю, в японской прессе этот инцидент был освещен и если бы мой товарищ вот зря он экономил, если бы он купил автомобиль Toyota, я думаю, что он хотя бы остался директором горсвета, а автомобиль Hyundai, который на самом деле дешевле, но вы прекрасно знаете, что Япония и Южная Корея они в общем-то страны-конкуренты, это конечно японцам очень не понравилось. В общем, если вдруг вам встретится где-либо японская делегация, старайтесь вести себя с ними корректно и песни типа на сопках Манчжурии старайтесь не включать и не просить, чтобы вам включили. По нашему российскому пропагандистскому телевидению нас уверяют, что Россия и Япония никак не могут прийти к соглашению по Курилам, потому что мы хотим сперва подписать мирный договор, а потом отдать Курилы, а японцы хотят, чтобы мы сперва отдали Курилы, а потом уже подписывали мирный договор. Так говорят нам наши телеканалы. А так ли это на самом деле? Давайте посмотрим карту Японии. Что думает Япония по поводу вот этих вот Курильских островов? Как видим, японцы считают их своими. для японцев статус Курильских островов совершенно понятен. Это их острова. А что же у нас с Южным Сахалином? Судя по карте Японии, Южный Сахалин здесь территория с неопределенным статусом, в отличие от северных территорий или наших Курильских островов. Таким образом получается, что наши СМИ нам, ну мягко говоря, чего-то не договаривают и истинная ситуация какая-то другая. Кстати, наши СМИ уже давно готовят русский народ к тому, что Курильскую гряду вот эту по всей видимости Японии придется все-таки отдать. но загвоздка именно в мирном договоре в том, что раньше подпишут, а что позже. Почему-то вот лично мне кажется, что японцы давным-давно бы подмахнули бы уже этот договор и получили свои четыре острова, если бы не статус Сахалина. Как мы видим по ситуации на карте Японии, этот статус для японцев все еще является спорным. И возможно причина того, что мы долгие годы бодаемся вокруг всех этих договоров договоров именно и заключается в том, что там есть не только мирные договоры Курилы, но еще и статус Южного Сахалина. Вот именно поэтому мой товарищ был смещен со всех постов, в том числе был выгнан из партии Единая Россия после того, как он не очень корректно повел себя с японской делегацией. Наши власть придержащие, которые сидят не в Томске, а в Москве, очень трепетно относятся к японским делегациям. Имейте это в виду, товарищи. Дело в том, что Япония, как мы видим по карте Японии, не признает статус Южного Сахалина, они не хотят признавать его российской территорией, они его закрасили белым цветом, что означает территория с неопределенным статусом. При этом наши пока еще Курильские острова, они считают своими и на всех картах они нанесены как японские. Нам рассказывают из наших пропагандистских СМИ, что Япония хочет сперва получить острова и только потом готова подписать мирный договор. При этом статус Южного Сахалина и вопрос о его статусе почему-то нашими пропагандистскими СМИ совершенно не поднимаются и игнорируются. Как я понимаю, проблемы там не две, как нам говорят, а три проблемы. И статус Южного Сахалина для нас скорее всего является наиболее болезненной проблемой. Такой болезненной, что судя потому, что нас уже давно готовят к тому, что мы отдадим такие Курилы, судя по этой ситуации, судя потому, что этого до сих пор не произошло, хотя мы, я так понял, уже готовы их отдать. Речь о статусе Южного Сахалина для Японии тоже является важной и принципиальной. Не хотят они признавать Южный Сахалин российским. По всей видимости, это так. И в этом свете понятно, почему пострадал мой товарищ. Наезжать на японские делегации в то время, когда идут такие сложные и тяжелые переговоры нельзя. Он, к сожалению, этого не знал, за что, собственно, и поплатился. Да, и я этого не знал. Вот, благодаря моему подписчику, который попросил меня помочь заполнить вот эту американскую лотерею, я для себя выяснил не две, а три проблемы, которые мешают урегулировать наши взаимоотношения с японским соседом. Ну, а теперь просто задайте себе вопрос, вы способны верить российским центральным телеканалам и средствам массовой информации? Вот после этого. После того, как оказывается у наших взаимоотношений с Японией помимо Курил и мирного договора есть еще вопрос статуса Южного Сахалина. Он есть, ребята. И вот эти вот карты наглядно это подтверждают. А также то, что случилось с моим товарищем и то, что происходит при оформлении американской грим-карты тоже. Все это доказывает то, что проблема существует и проблема нашими каналами, нашими средствами массовой информации скрывается от нас. по-прежнему жду компетентных комментариев по этой теме. Сайонара! Сайонара! Сайонара!